В Минусинске госавтоинспекторы применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя. Ночью в ходе несения службы госавтоинспекторы обратили внимание на автомобиль Toyota Corolla, совершавший опасные маневры. Водитель иномарки проигнорировал законное требование полицейских об остановке, продолжил движение, увеличив скорость и попытался скрыться. Нарушитель своими действиями создавал угрозу другим участникам дорожного движения, поэтому госавтоинспекторами было принято решение о применении табельного оружия. После неоднократных предупреждений сотрудник ДПС совершил предупредительный выстрел в воздух, а затем по колесам транспортного средства, в результате чего автомобиль удалось остановить. Нарушителем оказался 24-летний житель села Кавказское Минусинского района. Он был в алкогольном опьянении. По решению суда водителю назначено 10 суток административного ареста. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Дерзкое ограбление ювелирного магазина произошло в Назарово. Мужчина с медицинской маской на лице и молотком в руке ворвался в один из ювелирных магазинов города. Разбил стеклянные витрины, забрал ювелирные изделия и скрылся. Судя по кадрам, охраны в ювелирке не было. Сейчас полиция разыскивает преступника. На 10-рублевой купюре вместо Красноярска появится Новосибирск. Об этом рассказали в Банке России. Напомним, что банкноту с изображением Красноярска ввели в эксплуатацию еще в 1998 году. На печатной купюре нарисован коммунальный мост и часовня Пороскевы Пятницы. На обратной стороне Красноярская ГЭС. В 2013 году ее перестали печатать, но в 2023 году решили вернуть в оборот. Сейчас же заговорили о смене дизайна, который появится к концу 2025 года. Планируется, что на лицевой стороне изобразят Новосибирск, а на обратной – памятник культуры Сибирского округа. Что именно будет изображено, пока неизвестно.